Ребят, всем привет! В этом видео я хочу поделиться, на мой взгляд, очень полезной информацией. Сегодня я покажу, как быстро и просто ударить следы от малярного или обычного скотча с плитки или других поверхностей. Недавно мы разговаривали с моим знакомым, и он сказал, что это прям для него головная боль, он не знает, как с этим справиться. И я понял, что на самом деле немногие знают, как легко это все удаляется. Поэтому усаживайтесь поудобнее, сейчас все покажу. Ну и сразу же к делу. Любая вот такая липкая масса, которая остается после ленты или еще чего-либо, легко удаляется с помощью средств, которые вы видите на своем экране. Они работают абсолютно все, но самое такое безопасное, которое не повредит пластик или еще что-то, на мой взгляд, обычный обезжириватель. Универсальный, который практически на любом объекте у нас имеется. Ну и естественно, обычной сухой тряпкой, если мы будем тереть, это можно делать долго и упорно, но стоит только лишь прикоснуться обезжиривателем, как проблема сразу же исчезает. Опять же, обращаю ваше внимание, что именно обезжириватель я много лет проверял на разных поверхностях, на плитке, на затирке, также на пластике. И, в общем-то, никакого вреда для разных материалов я не наблюдал. Но все равно, вначале, если вы, допустим, будете, как и я, оттирать откосы оконные, попробуйте где-то в невиданном месте. И если ничего не произойдет, можете смело пользоваться этим средством. Как раз на балконе там у нас был скотч малярный, плюс там постоянно была, видимо, какая-то вода туда попала, и от солнышка он просто расплавился. Но чуть-чуть побольше усилия можно сначала нанести, допустим, кисточкой, оставить, как я сделал, и потом, в принципе, оно с легкостью начало оттираться. Также данную методику я использую, когда покупаю новые шпателя. Мне очень не нравится, что наклейки лепят прямо на металл. В общем-то, их отдираешь, и также легко смываешь остатки вот этой клеевой смеси. Итак, усложняем задачу. Есть такие места, где остается малярный скотч, который уже размок, пожарил его хорошенечко солнцем. В общем, он не отдирается. Он снимается там по одному миллиметру. Для этого берем с избытком, наносим обезжириватель на это место. Примерно на 5 минут оставляем, и уже после этого мы с легкостью удалим полностью этот кусок малярного скотча. Ну или, по крайней мере, он будет легко удаляться с помощью тряпки. Ну и последний, на мой взгляд, самый сложный момент, это на глянцевой плитке следы от прозрачного скотча. Также этим же средством очень быстро убирается без всяких следов. Ребят, вот такое вот коротенькое видео. Я надеюсь, оно кому-нибудь пригодится. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Любой инструмент для качественной укладки плитки можно купить на нашем сайте 930.ru Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!